Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на нашем родном предприятии. У нас глубокого уважения. Примите от нас эти цветы. На предприятии работают? Да. Зарплаты платят? Да. А рядом у нас предприятие Магатекс, да? Ну, так я понимаю, оно значительно слабее лифтмашек? Оно слабее, но сегодня стабильно работает. Набирает обороты, сейчас и модернизацию там будет делать. Ну, а что в порядок не наводишь на предприятие? Наводим, я не делаю. Оно смотрится гораздо печальнее. Экономически было слабее, сейчас начало наводить. Ну, так пусть начинают разворачиваться. Потом какой-то цех ты начал там строить, не достроил. Там по крышам начали работать и промку. Я не зря поднимаю этот вопрос. А комитет госконтроля мне доложил ситуацию о Могилеве. Вы загадили Могилев, дальше некуда. Ну, новый руководитель, ну, надо уже город убирать. Я понимаю, тебе передали эту справку. Где-то гаражи тут ты. Слушай, мы все кричим о том, что надо дешевле продукты питания и прочее. Ну, хорошо, дешевле продукты питания, сдерживаем цены. Но вы же сами себя губите вот этой захламленностью. Вы же жизнь уменьшаете себе. Там какие только заразы не сидят. И что за такая практика? Идет стройка. Выкопали котлован, еще какие-то отходы рядом выгрузили где-то в кусты. Твоя задача с новым председателем госполкома навести в Могилеве порядок. Люди травятся, ты понимаешь? Саратович, разрешите вам нашу новую продукцию продемонстрировать. Наши автопарковочные системы. Вот первая роторная, вот такая вот синяя каруселька. Ее смысл в чем, что на участке земли, где две машины могут стоять, у нас здесь 10-12 машин. А, ты имеешь в виду, что хранить даже здесь машину? Да, хранить. У нас наши работники ставят, привязаны к пропускам. Они машину на свободное место поставили, приложили пропуск. Оно запомнило пропуск, подняло машину и свободное место опустило. Приходит человек с работы, пропуск вот он сейчас приложил, и вот сейчас его машина... Понятно, а у людей пользуются, спросим? Ну, скажем так, у нас оно уже эксплуатируется три года, мы проверяем у себя и морозы, и все. В городе установлено еще две. В Жодино одна, еще две в Жодино БелАЗ заказывают. Начинаем, раскручиваем. Хорошая установка. Это первое решение. Второе решение, это вот парковки двухместные. Двухместные, это как мы их называем семейные. Ну, это, по сути, подъемник гидравлический. То есть, вот семья может купить себе одно место, в таких мегаполисах, как Москва, там земля дорогая. Она может одно место купить, а наше устройство. И две машины ставить. То есть, одна машина поднимается вверх, вторая машина заезжает снизу. И таким образом у нас экономия на одном участке двойное идет. Две машины стоят. Ну, и вот это лифтовая типа парковка. Значит, тоже здесь наши работники приезжают. Сейчас мы покажем, продемонстрируем, как она работает. Загоняет автомобиль. Значит, конструкции, стенки обшивали легким любым материалом. Да, да, это типа сэндвич-панели, но это уже объект капитального строения, это башня. Загоняется автомобиль, прикладывает пропуск, она поднимается на нужный уровень, а здесь 13 уровней. А может быть 26. И по два автомобиля. И по два автомобиля слева вправо в эти ячейки они сейчас заедут. Ну, мы пользуемся, эксплуатируем уже тоже. Единственное, конечно... Сколько автомобилей встает? Здесь 26. 26, но можно сделать 52. Это сэк металлоконструкции, мы немножко строим, поэтому здесь заготовительное производство. Мы все равно сделаем все это железо. Да, они абсолютно верно делают все железо, оно поступает с металлосклада. То есть от полыроса. С сырьем нету. С сырьем нету. Сейчас у нас в плане производства 1250 лифтов. Это, в принципе, максимальная загрузка. По рынкам сбыта, конечно, Россия – это основной наш рынок. Мы там занимаем первое место, в котором мы обретили их всех. Это кабины лифтов. Большинство кабин у нас идут в разобранном виде, так удобно по логистике. То есть такие подвоны ставятся в ящики и идет на. Я почему на «Люстмаш» приехал точно так, как и «Белас», надо посмотреть на «Мази» автобуса. Почему? Потому что спрос большой сейчас. Сейчас большой. Надо удовлетворить рынок. Поэтому у меня вопрос. А почему мы большее количество в протоколе спроса не выпускаем? Если у тебя мало мощности, но надо задействовать другие, если надо. Александр Ильич, у нас мощность 14 тысяч лифтов в год. В этом году мы сделаем 12 813. Вот все губернаторы приезжают. Большое вам спасибо, что вы всем говорите, что у нас хорошие лифты российские. Но потом не у всех доходит дело до закупки, потому что деньги. Но им деваться не было. Лифт надо менять. И по качеству, цена, конечно, вы конкурентоспособны. Поэтому у меня вопрос, чтобы мы не призывали момент, забрали рынок. И если сегодня надо 16 тысяч продать, мы можем, а он может произвести 14, ну, 2 тысячи надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали. А где-то что-то гнуть, паять и варить, ну, строммаш или еще что-то. Таким образом мы рынок займем. И второе, мы здесь предприятия свои сможем загрузить. Что у меня шкурный интерес, чтобы мы могли загрузить, типа, строммашины и другое. Другие, которые еще сегодня не дозагружены. Это мы дозагрузим. Ну, вот смотрите, что получилось на МАЗе. Автомобили не шатка, не валка, автобусы только дают. Дайте, дайте, дайте автобусы. Ну, мы были вынуждены строить новый завод. То есть и строительство нового, но желательно загрузить то, что у нас есть, и работает. Но имейте в виду, эти предприятия должны не для виду быть так подзагружены, а чтобы вот забор, забор и все работало. Вот как у него. Я понимаю тебя, как директор директора. Ну, все хорошо вроде, производишь и рентабельность, и прибыль, все. Но надо по государственному подойти. Если можешь где-то что-то взять для того, чтобы расшириться, ну, в чем-то и поможем. Ну, в качестве можем помочь, чтобы тебе там как-то качество повышать. А уже объемы ты сам выдашь. Поэтому надо вот это на контроле держать. Это касается предприятий, на которые сегодня, на продукцию которых сегодня хороший спрос. Я коротко дала. Кратко, потому что у меня твои провалы эти есть. Три провала у тебя по области. Начинает ВРП там. Да, да. Я, пожалуйста, позвольте, не буду говорить о том, что выполняется, что делается. Это я, да. А остановлюсь на проблемном моменте. Это валовый региональный продукт. С начала года у нас 93-98. Я думаю, по этому месяцу 99 будет. Мы вот подрастаем. Оно есть. Тенденция. Но, к сожалению, пока не дотягиваем. Причины две. Но самое удивительное в этой промышленности же проваливаются. Да. Вот две причины. Те, которые не дают полном объеме выполнить ВРП. Это промышленность и вторая розничный оптовый товароборот. Промышленность 95,5. Если промышленность разделить, два направления основные, которые тоже проседают. Это с начала года у нас деревообработка и второе цемент. Ты к концу года промышленности, прежде всего, деревообработка вытащишь или нет? Ну, у нас планы такие, что мы должны вытащить, потому что мы видим, что пошла реализация. Там есть ряд вопросов, я сегодня не буду озвучить. Мы с правительством плотно работаем, но по каждому направлению позитив маленький, но пошел. Ну, у нас вот показывает, что начало подроста. И цементные заводы, Александр Георгиевич. Ну, здесь почему случилось, что в начале года или конец того, начало этого, были большие запасы, да? И вот они запасы сегодня эти распродали. Пошел рынок, пошел сезон. И сегодня они уже выходят за 90%. Что у тебя с химволокно? С химволокно. На химволокно сегодня 90% они идут к уровню прошлого года, но там есть тоже свои проблематики. Мы буквально вот пять дней назад рассматривались. Есть у нас подходы, наработки. Три проекта мы там реализовываем. Ну, они такие, будем говорить, не масштабные, но для того, чтобы стабилизировать ситуацию, они есть. По Белшине там только проблема запасов, которые есть сегодня по реализации, по самому производству, там проблем таких серьезных. Спрос? Спрос есть, конечно. Там только сверх крупногабаритные шины. Что еще? Ну, остальные показатели мы по заработной плате выполнены. По заработной плате выполнение идет. Я это знаю, ты на эпоху проблемы какие? Ну, я все проблемы обозначил, больших проблем. А что у тебя с жильем? С жильем мы выполняем. Нормально? Да, у нас задание 112 по эти месяцы 114. В этом по полугодию мы выполним даже больше, я думаю, где-то 160. То есть здесь проблем нет. Село немножко прирастает. Инвестиции в основной капитал тоже начали расти. По 6 месяцев мы просчитываем где-то будет 103%. То есть начинает рынок оживаться. Мы оживаем все инвест-проекты. Ты обращаешь внимание на инвест-проекты город, район, один проект? Конечно. То есть чтобы у каждого начальника был свой проект? В каждом районе свой проект. Проекты различной направленности. Они все буквально в работе. Все ведутся. Подтвердены. Не в том, чтобы занять людей. У нас с этим проблем почти нет. Вопрос в том, чтобы каждый район зарабатывал деньги. И этот проект, который они там создают, это не просто, что создал проект, отчитался. Ну, тогда не ходи в области, не проси там дотации. Ну, вот я могу назвать, Александр Ильич, один такой, на мой взгляд, хороший проект, который мы реализуем на Юго-Востоке. Это то, что касается производства фарелия. Мы эту тему раскрутили в области. Каждый месяц продаем 20 тонн. И спрос идет. Наши сети забирают только дальше. У нас 250 моделей. Здесь просто такие, ну, типовые, чтобы показать возможности разные. Вот, допустим, есть окрашенная эмаль в любые цвета, комбинированная с нержавеющей сталью. Есть чистые с нержавеющей стали кабины. Грузоподъемность тоже идет. Вообще, самый маленький лифт это 100 килограмм. Это для ресторанов. И самый большой 6300. Вот это у нас тоже есть установка ультрафиолетовой печати. Мы можем рисунок наносить любой. На металл, на стекло. Особенно в детских учреждениях, вот где там, в детские больницы. Там мультики рисуют, чтобы, ну, как-то немножко жили в кабину и было поинтереснее. Это вообще эксклюзивная кабина. Мы готовили ее для Московской международной выставки. Заняли гран-при. Это наша разработка. Там у нас была тема марсианская тематика. Это все вот камень. И стены камень, и пол. Ну, очень высокую оценку. То есть, это просто показывает возможность. Скорость тоже у нас сейчас 2,5 метра в секунду. Мы уже освоили. Это до 45 этажей. Вот тоже интересный маленький лифт. Это особенно в Санкт-Петербурге, там, в старых дымах, эти узенькие шахты. Мы разработали, потому что идет программа замена там. Мы поставляем вот такие вот малогабаритные лифты. Мы поставляем вот такие же, мы все вместе с нами. Подписывайтесь на этот размер. Мы уже офис. И на сегодня. Продолжение следует...